И к другим событиям недели. На заседании Совета ректоров вузов Одесской области руководители 21 университета обсуждали актуальные вопросы и подводили итоги работы за последние 5 лет. Также участники заседания составили обращения с различными инициативами, которые касаются образовательной сферы страны. Подробности этого далее в сюжете. Ситуация с высшими учебными заведениями в Украине оставляет желать лучшего. В ближайшее время могут быть закрыты 70 вузов. Это может уничтожить систему высшего образования в том виде, в котором ее создавали долгие годы. Также по всей стране закрываются профтехучилища. Местным советам практически не под силу финансировать такие учреждения. Когда остро стал вопрос о ликвидации всех ПТУ, благодаря усилиям президента Одесской юрокадемии, народного депутата Сергея Кивалова, систему профтехобразования удалось сохранить. Кроме того, на Совете ректора в Одесской области поднимали вопрос низких зарплат ученых. Нельзя так относиться к ученым. Мы уничтожим высшую школу, а потом будем десятилетиями ее восстанавливать. И так сегодня практически никто не хочет поступать в аспирантуру, защищать кандидатские и докторские диссертации. И поэтому престиж преподавателя значительно упал. Я надеюсь, что с приходом новой власти мы все-таки в первую очередь займемся вопросами именно оплаты труда. Мы же помним, что еще пять лет назад преподаватель получал более тысячи долларов, а сегодня он получает 150 долларов, если переводить в эквиваленте гривны на доллар. Ранее за поддержкой народного депутата по этому вопросу на одном из приемов граждан обращались члены правкома Одесских вузов. Должностные оклады научных сотрудников низкие. При этом Минобразование и науки Украины постоянно ужесточают требования к научно-педагогическим и научным работникам. Сергей Кивалов принял во внимание эту проблему и направил депутатский запрос на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. И как результат с 1 января заработные платы были повышены на 10%. Мы рады тому, что мы находим поддержку у ряда депутатов, особенно у Сергея Васильевича Кивалова. Нет у нас случая, когда бы мы обращались к депутатам и в первую очередь не письмо Сергею Васильевичу. Почему? Потому что вот он всегда ответит, поможет, даже даст консультацию какую-то, обострит и обязательно донесет и до комитета, и до министерства образования, и до властных наших структур. Кроме того, парламентарий подал законопроект Верховную Раду о внесении изменений в закон Украины о высшем образовании. Эти изменения уже обсуждались на одном из заседаний Совета ректора вузов Одесской области. Мнение научной элиты должно быть принято во внимание. Поддержка народных депутатов Сергея Васильевича Кивалова, мы ее всегда ощущали, и сегодня мы также ощутили ее. И, в общем-то, у нас было единодушное мнение о тех вопросах, о которых я говорил. И мы дали им свой, будем так говорить, наказ поддержать наши инициативы в Верховном Совете, в органах управления. Я бы сказал так, что сегодня все наши вузы существуют, и существуют, несмотря на все сложности, успешно. Да, есть проблемы, которые необходимо решать. Но мы надеемся, что пройдет время, и мы забудем о этих проблемах. И все-таки высшее образование в нашей стране вернет свои позиции. Отметим также, что сегодня вузы испытывают трудности в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. В одном из университетов нашли выход. Одесская юридическая академия станет первым учреждением высшего образования в Украине, которое уже совсем скоро полностью перейдет на альтернативные источники энергии. Вуз разработал и реализовывает программу по внедрению энергоэффективных технологий под названием «Зеленый город». Программа будет также работать по всем структурным подразделениям университета. В Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге. К проекту присоединится и Международный гуманитарный университет. Это позволит нам выжить в это тяжелое время. И на 40% сразу уменьшится оплата за теплоносители. Я думаю, что по такому пути, наверное, пойдут и другие высшие учебные заведения. Совет ректоров также представил сравнительную таблицу показателей вузов по набору студентов, компьютеризации учебного процесса, количество защищенных кандидатов и докторов наук. Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет единственное продемонстрировали динамичное развитие. В вуз поступило рекордное количество абитуриентов, причем Международный гуманитарный университет сохранил лидерские позиции по количеству иностранных студентов. Здесь получают высшее образование молодые люди из 48 стран мира. Только за последний год в Одесской юрокадемии открыли ультрасовременный IT-центр, а также первый в Украине центр кибербезопасности и информационных технологий. Они оснащены более чем 500 новыми компьютерами. В ближайшее время центр кибербезопасности планируют открыть также в Международном гуманитарном университете. Последовав примеру этих учреждений высшего образования, многие вузы стремятся укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг. Но пока одни только планируют развиваться, Одесскую юрокадемию и Международный гуманитарный университет приводят в пример не только в Украине, но и далеко за рубежом. Продолжение следует...